Здравствуйте, уважаемые зрители Первого медицинского канала. Сегодня программа «Смена парадигм» в гостях у академика Насонова. Здравствуйте, Евгений Львович. Здравствуйте, Марина. Я напомню, что наша новая программа посвящена влиянию научного прогресса на устоявшиеся представления и клинические подходы. И хочется мне здесь подчеркнуть, что речь идет именно о прогрессивном движении. Хочется, чтобы понятие «смена парадигм» в контексте этой, по крайней мере, передачи было синонимом системных изменений к лучшему. К лучшему, конечно, для здоровья человечества, всего вообще. Для чего нужен такой разговор? Тоже может возникнуть вопрос. Мне кажется, вообще, не только в науке, а вообще в жизни, полезно иногда остановиться, оглянуться, посмотреть на пройденный путь для того, чтобы оценить день сегодняшний. Ваша специальность ревматология на стыке нескольких неизменных авангардных областей науки. Все время она на этом стыке. И мне кажется, что и в этой связи смены парадигм должны быть как-то особенно выражены, поскольку это синтез разных авангардных наук. Должны быть и выражены, и как-то причудливо переплетены. Об этом мы поговорим. Первый вопрос, довольно риторический, наверное. Ревматология 30 лет назад и сегодня. Это разные ревматологии? Я могу смело ответить, очень коротко, да. Это не только разные специальности. Это, как обозначено в названии передачи, это действительно произошла смена парадигма. Я хотел бы в этом плане сказать, что я вижу такого проеволюционного, в хорошем смысле слова, под теми событиями, которые произошли за 30 лет. Это, наверное, касается взгляда человечества на жизнь, на продолжительность жизни, на то, зачем мы живем. Может быть, я несколько философствую, но действительно, мне кажется, что есть такие, как мы любим сейчас в последнее время контрольные точки, чекпоинт, которые как раз определяют вот эту смену наших представлений о жизни. Ну, во-первых, медицина 21 века, она другая, и не только потому, что появились новые методы макулярно-биологического исследования, которые позволяют более точно оценить, скажем, склонность или, наоборот, резистентность к тому или иному заболеванию, ну, в определенной степени мы это называем персонифицированным подходом к медицине, к ведению пациентов, не только потому, что появились новые лекарства. Действительно, новые лекарства, опять же, здесь есть такие модные термины, таргетная терапия, онкология, фривотология, в других областях. Сколько, наверное, это ожидание колоссального действительно события, это увеличение продолжительности жизни. До 90, 100 и, может быть, и более лет. И вот, собственно, вот это, наверное, самое основное, и понять, что же человечество планирует делать вот с этими пожилыми людьми. И как это все будет происходить. Ведь понятно, что девиз, по-моему, керантологов, это дожить до 100 лет и умереть молодым. Но мы прекрасно понимаем, что это у нас не получится. Что это будут все-таки больные люди, не очень здоровые люди. И они будут, может быть, достаточно счастливы, у них, может быть, будет достаточно хорошее качество жизни. Но вот это увеличение продолжительности жизни неизменно приведет к увеличению довольно большого числа хронических заболеваний, которые надо каким-то образом поддерживать, лечить, контролировать. И на самом деле, как это делать, никто не знает. По одной простой причине, что все исследования новых препаратов все-таки проводятся на молодых и средних людей. Как эти препараты будут действовать на пожилых, мы не знаем. Это первое. Вот я как раз хотела спросить. Таких программ, которые касаются... На пожилых не проводятся? Очень редко. Но есть ли это не какие-то специфические препараты для болезни Эльдгеймера или для чего-то еще? Я имею в виду те же самые препараты, влияющие на артериальное давление, на сахарный диабет. Но я здесь не хочу говорить о тех областях, где я не очень хорошо понимаю, а я хочу сказать по поводу ревматических болезней. Значит, нет никаких сомнений, количество пациентов, которые страдают нашими заболеваниями, будет экспоненциально увеличиваться. Причем считается, что это связано не только с увеличением собственной продолжительности жизни. Здесь мы переходим в другой, очень важный аспект 21 века. Это связано с тем, что вот этот термин, я всегда о нем знал, и об этом, наверное, знают все болезни цивилизации, сейчас смотрят на эту проблему несколько другими глазами. Также появился новый термин. Он не такой популярный, как болезни цивилизации. Называются болезни несоответствия. Мисмач. Дизиз. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что те условия, в которых жил человек тысячу лет назад, может быть, даже и сто лет назад, и те условия, в которых живет человек в 21 веке и будет жить, они абсолютно разные. И если мы говорили о не обязательно первобытных общинных людях, как об охотниках и рыболовах, и роль сельского хозяйства, потому что большинство все-таки населения в мире в 19 веке, это было сельскохозяйственные регионы, вот этих больших городов не было. То сейчас произошло в этом плане, понимаете, кардинальные изменения. И когда мы говорим о увеличении массы тела, об ожирении, о некоторых факторах пищевых, мы сейчас говорим уже абсолютно научными терминами, понимая, каким образом это действует, собственно говоря, на хронические заболевания. То есть эволюция не поспела за изменением? Не поспела, да, болезнь несоответствия и эволюция. И это очень серьезная проблема. Ну, к этим болезням относят, допустим, наиболее классический пример, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы. И, в общем-то, ревматические заболевания, я забегаю вперед, я потом эту мысль, может быть, немножечко более расшифрую. Это, конечно, вот остеоартрит, это остеопороз, и, в общем, это подагра. Что здесь происходит? Что оказалось, что увеличение частоты этих заболеваний, оно больше, чем можно было бы ожидать, если бы мы учитывали, как основной фактор, это возраст. То есть возраст сам по себе увеличивает распространенность, допустим, такой болезни, как остеоартрит. Но остеоартрит возрастает значительно в большей степени, чем только вот этот возрастной компонент. Ну, это специальные математические модели, которые... Вот как раз это связывает как раз с теми вот этими факторами внешней среды. Конечно, будет меняться взгляд на профилактику. Потому что, ну, знаете, сказать, что, ну, наверное, давайте двигаться, курить вредно. Ну, где-то у большого ума не надо, это так понятно. А вот понять причину, природу, и как на это повлиять, только отказавшись от каких-то вредных привычек и, скажем, дав, изменив какой-то образ жизни в плане физической активности. То же касается продуктов, питания. Потому что есть сейчас очень, ну, так я в шутку скажу, модные темы, микробиом, кишечник, питание. Но вот те исследования, которые проводятся в последнее время, они действительно позволяют объяснить, почему кишечник, может быть, является не менее важным органом. Об этом еще, по-моему, философы. И в их возрождении говорили о том, что кишечник важнее мозга. И, в общем, в этом есть какой-то определенный резон. Но сейчас выясняется, что связаны напрямую вообще, да? Связаны напрямую связаны. Через микробиом. Через микробиом. Потому что это проблема депрессии, старческая и прочее, и прочее. Все это вместе взятое объединяется одним очень важным механизмом, который, ну, я не хочу преувеличивать. Ну, для меня он, мне кажется, он основной. Может быть, я преувеличиваю. Он называется хроническое воспаление. И вот, а поскольку суть ревматических заболеваний — это воспаление, то и роль ревматологии резко увеличивается. Потому что то, что мы понимаем, и те модели, на которых я имею в виду не врачи, а ученые, а потом врачи, изучают фундаментальные процессы, которые происходят в организме человека, они становятся чрезвычайно востребованными в других областях. Я назову вот три. Если будет желание и позволит формат нашей передачи, я могу это расшифровать. Это кардиология, это онкология, это эндокринология, это неврология. То есть, в принципе, вот это как бы такие пока общие примеры хронических воспалительных заболеваний. Единственное, здесь есть такой, как бы, нюанс. Мы говорим о субклиническом воспалении, по лоу-грейт так называемое воспаление. То, что оно присутствует, это сейчас не вызывает никаких сомнений. Колоссальные проводятся эпидемиологические исследования в этом отношении, которые показывают роль воспаления. Можно ли говорить, что в соответствии со сменой парадигма сменился объект, и этим объектом сейчас стало воспаление у ревматологов? Не только у ревматологов. И не только у ревматологов. Сейчас практически, и я потом приведу конкретные примеры, вот роль вот этого воспаления практически доказана, и есть определенные возможности воздействовать на это воспаление, допустим, при атероскаротическом поражении сосудов, при сахарном диабете, при болезни Альтгеймера. То есть, самые-самые такие, ну, как бы, болезни человечества. Есть такой термин. Сейчас вообще появилось много терминов. Но если парадигма, вне всяких сомнений, удачный термин, то я могу назвать несколько терминов, которые на русский язык вообще нельзя перевести. Ну, допустим, по-английски звучит это иммуноэйджинг. Вот как сделать русское слово, иммуновозраст, да? А речь идет о том, что вот это... Старение в связи с изменениями в иммунотести. И воспаление связано. Инфламоэйджинг. Вот тоже, так же, как иммуноэйджинг, может быть, даже в большей степени инфламоэйджинг. Вот это вот термин, он сейчас очень широко применяется именно в научной литературе. И вот оказывается, что вот все проблемы старческого возраста, какие проблемы? Кардиоскулярные заболевания, абдоминальное ожирение, с одной стороны, с другой стороны, саркопения, кокексия, то, что называется немочью, слабостью, фрейлити пожилых людей, депрессия. Это все в той или иной степени связано вот с этим хроническим воспалением. И, вне всяких сомнений, только симптоматической терапией, ну, допустим, снижением уровня холестерина, снижением уровня сахара, антидепрессантами или антиостепротическим препаратами, эту проблему решить не удается. А есть ли уже поиски лекарств, которые направлены именно на такой вот воспалительный эйджинг? Вы знаете, трудно в это поверить, если бы мне об этом год, два, три назад, и даже при том, что я патриот, и, естественно, считаю, что то, чем мы занимаемся, является фундаментальной общей медицинской проблемой. И, может быть, я даже бы и не поверил. Но, действительно, те препараты, которые мы давно применяем для лечения тяжелых хронических заболеваний, ну, и про ревматоидного артрита. Сейчас запланировано целый ряд исследований по применению этих препаратов. Ну, допустим, для лечения депрессии, общей популяции пациентов с большой депрессией. Или, скажем, для лечения, как я уже сказал, риска снижения, точнее, не лечения, а снижения риска кардиоскулярных катастроф. Я приведу сейчас абсолютно конкретный пример. Это исследование, по мнению очень многих, не только, скажем так, ревматологов, но и кардиологов, вообще, ну, как бы, ученых, медиков, считается, может быть, самым ярким таким исследованием в 2017. Это исследование КАНТОС, когда препарат, моноклональные антитела, которые применяются, моноклональные антитела к интерлекину-1, интерлекин-1, это очень важный провоспалительный цитокин, который, собственно, был открыт первым, потому он называется так, интерлекин-1, еще в конце 70-х годов. Так вот, эти антитела, они были разработаны, разрабатывались сначала для лечения ревматоидного артрита, потом они уже зарегистрированы для лечения так называемых аутовоспалительных заболеваний, генетически детерминированных у детей, моногенных. Мы их применяем для лечения подагры, ювенильного артрита, некоторых других ревматических заболеваний. Так вот, было проведено исследование, когда у пациентов с атеросклерозом, с глюзгойской болезнью сердца, при этом пациенты получали абсолютно стандартную и абсолютно современную терапию, вот, собственно, вот самого атеросклероза, если мы так будем называть в кавычках, связанную с применением, естественно, статинов, гибитров АПФ, других гипотензивных препаратов. У всех этих больных удавалось добиться целевых уровней артериального давления и, естественно, холестерин. То есть, в принципе, это были абсолютно компенсированные больные, и по старым стандартам эти пациенты должны были как бы лечиться, и было доказано, что вот такая терапия, она приведет к снижению кардиоскулярной летальности, инфарктов, инсультов, потребности стентирования, вот эти все классические кардиологические точки. Было только одно «но». Эти пациенты специально отбирались по этому признаку. У них был чуть-чуть повышен цириактивный белок. Этот белок, который сейчас используется во всем мире как самый чувствительный и специфичный беломаркер воспаления. Причем повышение было очень небольшое. То есть, у них не было никаких признаков ни инфекции, ни какого-то серьезного воспалительного процесса. Было так называемое субклиническое воспаление. И вот эти больные по тем кардиологическим канонам, а группа была громадной, больше 10 тысяч человек, часть из них получала плацебо, часть получала вот этот препарат-ингибитор интерлекина-1. И оказалось, что через 2-3 года наблюдения, действительно, вот подавление, только воспаление, без всякого влияния на уровень и артериального давления, и липидов, позволило на 25% снизить дополнительную кардиоскулярную летальность. Но побочным, в кавычках, эффектом этого исследования было то, что у этих пациентов достоверно снизилась частота рака легких. И вот это, конечно, потрясающая абсолютно новость о том, что и при раке легких, и при, значит, вот ишемической болезни сердца, кардиоскулярных проблемах, связанных с атеросклерозом, роль играет вот это субклиническое воспаление. В частности, один из провоспалительных цитокинов, интерлекин-1, является, во-первых, доказательством воспалительной теории атеросклероза. А эта теория была сформулирована еще в 19 веке Верховом. Потом очень много академик Климов в Санкт-Петербурге занимался этой проблемой. Но это стало очевидным только уже в конце 20-го, в начале 21-го века, а прямые доказательства были получены в 2017 году. То есть вот подавление воспалений и снижение кардиоскулярного воздействия. И вот я считаю, что вот это исследование, оно важно не само по себе. Мы абсолютно еще не знаем, будем ли мы вот таким образом, а это очень дорогостоящий метод, лечить атеросклероз. Это важно как принцип, это доказательство того, что да, действительно воспалительный процесс играет фундаментальное значение и позволяет снизить риск, собственно, основных причин смерти. Двух, да, это кардиоваскулярная и онкология. Конечно, это абсолютно потрясающе. Здесь, если можно, я скажу, поскольку для меня это очень больная тема, ну, в хорошем смысле слова. И я по этому поводу, не скрою, много раз выступал и в президиуме Российской академии наук и писал о том, что в 21 веке, с моей точки зрения, должно произойти кардинальное изменение понимания, какая наука является фундаментальной, какая прикладной. Вот это абсолютно, кстати, вот это исследование, оно об этом свидетельствует. Дело все в том, что прикладная наука почему-то у нас ассоциируется с исследованиями клеток, в крайнем случае приматов или малых, маленьких экспериментальных животных. В 21 веке вся фундаментальная наука приключилась на человека. И в рамках вот конкретных исследований человека, в том числе в процессе, казалось бы, лекарственных испытаний, которые, ну, мы же знаем, какое скептическое отношение к этим испытаниям. Это фирмы все делают для того, чтобы продвинуть свои дорогие лекарства, можно получить фундаментальные данные, которые никаким другим способом получить не удается. Но потом эксперименты на животных, они не всегда экстраполируются. Марина, вы абсолютно правы. То есть не то, что не всегда, а есть колоссальное количество примеров, когда у человека получаются противоположные результаты, которые абсолютно... И, собственно, заходят в тупик. Конечно, получая вот эти данные на мышах и даже на обезьянах, мы абсолютно пока не начинаем, применять это на человеке, мы не можем сказать, какой будет результат. Так вот, поверьте мне, я вот просто... Вот это факт. Вот поскольку, как я уже сказал, уже больше ста лет в той или иной степени, с разными пиками, потому что был период, когда холестерин, холестерин, ну, все-таки вот эта воспалительная теория атеросклероза. Но решающее доказательство было получено не в лаборатории, оно было получено у постели больного. И об этом все говорят открыто сейчас, в том числе и люди, которые занимаются фундаментальными проблемами. Вот это нам доказывает, что воспаление играет роль. Не то, что мы показали инвитро или на моделях мышей, там, допустим, нокаут или трансгенных. Вот мы дали человеку препарат, который блокирует один только провоспалительный медиатор, и он стал меньше умирать. Все. Больше тут обсуждать абсолютно нечего. Это смена. Это переход, переход. Вот как раз, мне кажется, опять же, смена парадигмы. Я надеюсь, что мы это поймем все. И наша Российская Академия Наук и наше правительство будет по-разному относиться к финансированию так называемых фундаментальных клинических исследований. Вы знаете, да? Ну, вообще, это искусственное разделение. Абсолютно. Мне всегда казалось оно искусственным. Ну, еще же, понимаете, Пастер сказал, что нет прикладной науки, есть приложение науки. Я по этому поводу много мог бы и привести цитаты и афоризмов. Это все абсолютно очевидно. Поэтому, вот я думаю, что вот это, то есть, может быть, подводя маленький промежуточный итог, первое это то, что ревматические заболевания, ну, три, наверное, итога, действительно, их значение в 21 веке увеличивается, просто они становятся более частыми. Первое, они снижают качество жизни, продолжительность жизни. Второе, это то, что они связаны с воспалением. Все и уроки ревматологии очень важны для других медицинских специальностей. И третье, эта смена должна произойти в ближайшее время отношение к прикладной фундаментальной науке. Возможно, я сейчас уйду в частность, но, может быть, это имеет отношение к нашему разговору. Вы упомянули подагру. Я слышала, что буквально вот недавно, пару недель назад на конгрессе, прошедшем в Москве ревматологов, речь шла о каком-то совершенно новом революционном препарате против подагры. Я с большим удовольствием это прокомментирую. Что это за препарат, мне не смогли рассказать. Нет, я с большим удовольствием вам расскажу. Значит, вот, опять же, мне кажется, что это в определенной степени смена парадигмы. Ведь подагра известна с временем Гиппократа. Подагра — это самая, наверное, известная болезнь человечества. Потому что все великие люди, их даже невозможно перечесть, десятки не страдали подагрой. И вообще вот эта ассоциация между мочевой кислотой, увеличение уровня, который кристаллизацию приводит к образованию, от офусов и вот уже кристаллов мочевой кислоты. Это известный механизм еще с середины 15 века. Но, тем не менее, взрыв интереса к подагре, он уже, конечно, это 21 века. Тут несколько факторов. Значит, первое — это резкий рост. Это в том числе связано с тем, что подагра и метаболический синдром, они идут рука об руку. То есть вот избыточная масса тела. И когда мы говорим гипергликемия, мы должны сразу понимать, что практически и гиперрекемия. То есть два вот этих метаболических нарушения. Я бы их назвал три. Гиперхолестериномия, гипергликемия, гиперрекемия. Это первое. Второе — это, конечно, уже своеобразный ноталитет этих людей. Потому что есть такая теория, я бы даже сказал, что она такая эволюционная. О том, что гениальность связана с высоким уровнем мочевой кислоты, что это идет рука об руку. Я сейчас не буду это комментировать. Но есть опасения, что слишком хорошо, леча болезнь, леча подагру, мы можем, ну скажем так, увеличить риск нерегенеративных заболеваний. Я сейчас это выношу за скобки. Третье стало абсолютно очевидным, что подагра — это классическое хроническое воспалительное заболевание, связанное с очень важным механизмом, это активация есть такие белки в клетке, инфломосомы. Колоссальный интерес сейчас вот к этим белкам, они как раз регулируют синтез, в том числе вот этого медиатора, о котором я только что сказал, антролитина-1. То есть вот это понятие болезни инфломосом, это касается и атеросклероза, касается в том числе подагры, целого ряда других заболеваний. Так вот, в ответ на ваш вопрос по поводу нового чудодейственного препарата, я бы не назвал его новым чудодейственным, но я бы это прокомментировал с точки зрения тренда современной медицины. Значит, очень много лет. Тогда я чуть-чуть начну с аналогии. Ну, аспирин. И аспирин по-прежнему остается золотым стандартом снижения риска тромбозов. Все-таки появляются, разрабатывают очень активно новые антитромботические препараты, которые должны в идеале быть не хуже хотя бы аспирина, может быть в чем-то лучшее, по крайней мере для каких-то категорий больных. Следующий пример — это создание препаратов, которые снижают уровень мочевой кислоты. То есть, когда стало понятным, что есть довольно-таки четкая зависимость между увеличением концентрации мочевой кислоты и развитием подагры, приступов очень тяжелых, болезненных, то начали в этом направлении ученые активно работать, поняли, что здесь есть большой и научный, ну и вообще говоря, финансовый смысл разработки этих препаратов. А хотя уже тоже в течение 50-60 лет существует препарат аллопуринол. И так же как аспирин для снижения риска тромбозов, также аллопуринол является и являлся золотым стандартом гиповикемической терапии, антигиповикемической терапии. Так вот, тот препарат фибуксостат, о котором я хотел бы сейчас два слова сказать, это как бы второй препарат после аллопуринола, который специально создавался, целенаправленно, как новый класс препаратов, снижающих концентрацию мочевой кислоты. И действительно, он имеет свою определенную нишу. Мы сейчас не говорим о том, что лучше, что хуже. Потому что, как я уже сказал, и почему я начал с аспирина. Ведь очень трудно создать нечто, чтобы кардинально превосходило аспирин. Здесь есть один такой, я бы сказал, фактик, который, если можно, я вам расскажу. Он, мне кажется, страшно смешный. Я всегда, если есть повод, я всегда это цитирую. Примерно лет 30 назад, тогда первым секретарем компартии Китая, после Мао Цзэдуна, был Джоу Энлай. У него спросили, а это было примерно в год двухсотлетия двухсотлетия французской революции. Ему задали вопрос, как он относится к французской революции. Он сказал, ничего не могу сказать, прошло слишком мало времени. Вот для медицины этот фактор временной имеет колоссальное значение. И вот, что бы мы ни говорили по поводу хорошего или плохого препарата, покажите мне отдаленные последствия. Здесь для аспирина все понятно, то для идеалопуринола все понятно. Потому что этот препарат применяется 50 лет. Все новые препараты имеют вот этот маленький недостаток. Это не является каким-то крупным недостатком. Просто врач, мудрый врач, должен понимать, и просто мудрый человек, понимать вот этот контекст. Так вот, фибуксостат – это препарат второй. А это очень важно, потому что есть просто группа довольно большая пациентов, которые в силу ряда обстоятельств не могут вообще принимать лопуринол и не остаются беззащитными. При хронических заболеваниях не может быть такая ситуация, когда только одно лекарство. Это невозможно. Должно быть разнообразие лекарств. Есть группа пациентов тяжелых, с поражением почек, где алопуринола имеет свои ограничения. Я могу привести еще целый ряд других медицинских примеров. То есть эта тенденция, мне кажется, очень важная для медицины в целом и для ревматологии в частности. Все меньше и меньше остается неинтересных болезней. Я сейчас не хотел бы, чтобы мы говорили о крайностях. Или все болеют, или орфанная сиротская патология, когда болеют единицы. Всегда было так, что вот эти заболевания, они как бы и не очень частые, и не очень редкие. Они всегда были золушками вот этого процесса разработки новых лекарств. И сейчас ситуация кардинально изменилась. Сейчас создают в ревматологии лекарства для лечения системной красной волчанки. Это вроде не очень частые, но не очень редкие. Но считалось совершенно неизлечимой. Конечно, конечно. То есть вот это, пожалуй, тоже смена парадигмы является ярким примером изменения к болезням. И в частности, я говорю на примере ревматологии, таких примеров есть очень много. То есть вот эти белые пятна, когда есть довольно большое количество, как у нас любят говорить, как бы социально незначимых болезней, оно во всем мире закрывается. И сейчас даже больше интерес вот к этой патологии, пограничной, между редко, очень редкими и очень частыми, становится вниманием, привлекает очень большое внимание фармакологов, иммунологов, молекулярных биологов, естественно, врачей. Потому что больной же не виноват, что он не попал в социально значимое, и наоборот варфанное. Больной болеет, для него его болезнь самая тяжелая. И врачи, конечно, должны иметь оружие разнообразное. Если говорить о сегодняшнем дне, вот как я отметила в начале, ревматология наиболее яркий показательный пример междисциплинарной такой вот, да, области. Сегодня, не вчера, вот сегодня, какая из наук больше всего влияет, имеет определяющее значение? Кардиология. Кардиология, да? Конечно. Значит, дело все заключается в том, что я не скажу ничего нового. Действительно, кардиоскулярная патология является основной причиной смерти. И не только в общей популяции, но и среди наших пациентов. Здесь проблема только одна. Наши пациенты умирают от того же самого, от чего умирают и все люди, они страдающие заболевания, но на 10 лет раньше. Вот в чем заключается суть этой проблемы. И наша задача довести продолжительность жизни наших пациентов до популяционной. Вот сейчас, собственно говоря, весь цвет ревматологии мировой занимается этими проблемами. И вообще, вы знаете, в этом есть что-то, ну, мистическое в кавычках. Ведь наш институт создавался, и наша специальность как кардиоревматология. Правда, тогда было совсем другое представление, ведь когда создавался институт ревматологии, проблема атеросклероза, ее как бы не существовало. А была проблема пороков сердца. Но, согласитесь, в этом все-таки есть какой-то смысл. Через 50 лет мы вернулись уже к понятию кардиоревматологии, ревмокардиологии. Но на другом уровне. На другом просто уровне. Понимание других проблем, не пороков сердца, связанных с ревматической лихорадкой, стептококовой инфекцией, а понимание того, что профилактика атеросклеротического поражения сосудов как основной причиной смерти играет в ревматологии не меньшее значение, чем лечение собственного заболевания. Но здесь один маленький, буквально 30 секунд, я скажу очень маленький важный момент. Когда мы говорили о противовоспалительном лечении атеросклероза, вот эта идея, она не то, что пришла, но она была дополнена многочисленными данными о том, что если мы хорошо лечим противовоспалительными препаратами наше заболевание, то у этих пациентов реже развивается кардиоскулярная катастрофа. То есть, подавляя воспаление при наших болезнях, мы тем самым увеличиваем не только качество, но и продолжительность жизни в связи с этими проблемами, как мы их называем, коморбидных заболеваний, то есть связанных именно с основным процессом воспаления. Вы предвосхитили мой следующий вопрос о накоплении данных. Вот системы взглядов, они меняются под влиянием этого массива, происходит качественный некий скачок. Как Вы думаете, сейчас просто больше появляется этих данных или современные информационные технологии обеспечивают поток такой, что кажется, что их больше? Или интенсивнее исследуют? Знаете, я думаю, два процесса. Они, я думаю, абсолютно взаимосвязаны. Ну, во-первых, конечно, те базы данных, Big Data, как, в общем-то, сейчас приходится оперировать, без вот этих самых-самых современных технологий, биомедицины, просто это невозможно все переварить. Но изменилось отношение вообще к тому, что мы называем, а Вы начали этим заниматься, наверное, первое в нашей стране среди медиков, ну, я имею в виду среди журналистов, медиков, это доказательная медицина. Значит, до начала 21 века система доказательной медицины сводилась к рандомизированным плацебо-контролируемым исследованиям. И это, в общем, остается незыблемым. Да. И было бы странно, если бы я говорил, что это не совсем так. Но значение наблюдательных исследований, а еще более точно это данные регистров, они сейчас играют все более и более важную роль. Дело в том, что наблюдательные плацебо-контролируемые исследования чрезвычайно важны для того, чтобы препарат в принципе мог быть зарегистрирован. То есть, что он, ну, скажем так, помогает, может быть чуть-чуть лучше по сравнению с предшествующей терапией нежелательной реакции. Вот это. Все остальное, когда мы говорим о персонифицированной медицине, когда мы говорим о реальной клинической практике, это все данные уже конкретного применения. И во всех странах мира, и в том числе в нашей стране, все стараются максимально обобщить эти данные. И вот уроки этих регистров, уроки вот этих наблюдательных исследований для прогресса медицины 21 века, поверьте мне, они более важны, чем вот просто регистрация и появление нового лекарства. Мы потом только уже на, к сожалению, ну, другого нет пути методом проб и ошибок, Trice and Errors. Мы можем потом найти истинное место этому лекарству. И для того, чтобы анализировать десятки тысяч человек, конечно, нужны новые информационные технологии, компьютерные, новые подходы, биоинформатика, как одно из таких направлений, не только молекулярной биологии, но, в общем, биоинформатика сейчас в той или иной степени, может быть, пока в такой достаточно ограниченной форме, но, конечно, проникает и для анализа баз данных вот этих больших регистров, потому что там действительно надо проанализировать очень много переменных показателей и выявить те, которые действительно связаны с эффективностью или с недостаточной эффективностью лекарств. Последний мой вопрос, он традиционный для всех. Можно ли предсказать вектор смены парадигмы или это результат непредсказуемых каких-то явлений? Ну, вы знаете, я, с одной стороны, мечтаю дожить до того времени, когда мы действительно будем лучше понимать природу болезней. В этом плане нет ничего нового. Ну, я бы мог процитировать там Аристотеля, чем больше мы знаем, точнее Сократа, чем больше мы не знаем. Это все абсолютно понятно и вы там найдете много в этом отношений. Но только вот в последние годы, может быть, надо было прожить большое время и так как-то много думать об этом, чтобы понять, насколько это все справедливо. Потому что количество новых сведений, данных, которые сейчас появляются, оно, ну, это какой-то взрыв. И сказать, что мы сейчас приближаемся к истине, я бы это не сказал. По этому поводу есть очень смешной такой... Ну, она карикатура, но я вам на словах расскажу. Там два ангела разговаривают, одну один другому говорит, что, ну, вот, значит, проклятые генетики... Значит, вот это когда как раз программа «Геном человека» закончилась, да, ну, как бы вот вскрыли там код, говорят, да, господь бог, он опять сменил паспорт. То есть он моментально был сменен, и мы поняли, что потратив миллиарды долларов на эту генетику, да, мы, конечно, получили информацию, но я думаю, что, конечно, рассчитывали на большее. Сейчас примерно такой же вызов – это эпигенетика и, конечно, микробиом. Вот в этом контексте я ожидаю каких-то очень простых рекомендаций. Вот поверьте, я сейчас утрирую, и, может быть, я испорчу хорошее впечатление, которое, может быть, я оставил от нашего с вами разговора, но чем больше я живу, тем больше я понимаю, что есть вот такие, знаете, общечеловеческие не ценности, а вот понятия, которые просто надо, ну, правильно, нормально использовать. И когда мы говорим о определенных видах диетических рекомендаций, когда мы говорим вот не вообще о том, что надо бросить курить или какой-то вести здоровый образ жизни, а понимание, в каком контексте мы это хотим. Вот это, наверное, вот как раз является более даже столбовым направлением снижение распространенности частоты и улучшения прогноза при вот этих хронических воспалительных заболеваниях. Я говорю в целом на популяционном уровне. А если говорить о тяжелых формах этих болезней, тяжелые формы ревматоидного артрита, тяжелые формы волчанки, ведь у нас часть пациентов, к сожалению, до сих пор умирает, так же, как если бы они страдали лейкозами, то есть с очень плохим прогнозом. Вот здесь, конечно, появление вот этих инновационных препаратов, часть из которых сейчас специально разрабатывается для лечения наших заболеваний, часть по-прежнему мы из онкологии берем и с большим успехом, как и раньше, цитостатики. Вот я думаю, что вот это сочетание, оно даст какой-то прогресс, хотя, честно говоря, мне кажется, что, как сказал, по-моему, Эйнштейн, я попробую процитировать максимально точно, что нельзя решить новую проблему на том же уровне мышления, на котором она была создана. Вот мы пока пытаемся все решить проблему на том уровне мышления, на котором мы вот ее сейчас понимаем. И вот этого прорыва, нового принципиально взгляда на проблему воспаления, хронического воспаления, природы воспаления, я думаю, так же, как и онкологических, допустим, заболеваний, все-таки пока не произошло. Но, тем не менее, то, что у нас есть колоссальные успехи, вот вы упомянули подагру, или, допустим, я мог бы сказать посту, артриту, посту, порозу, при мотоидном поволчанке. Конечно, подложительность наших пациентов она за последние 10, 15, 20 лет, ну, кардинально увеличилась. Наши люди живут на 20-30 лет больше. Причем не просто живут, они просто выживают. Они рожают детей, они ведут активно очень образ жизни. Конечно, это все благодаря прогрессу. Ну, и самое последнее, если можно, я скажу, для меня это тоже, ну, как бы сказать, не то, что больная или как бы такая тема, но мне кажется, что чрезвычайно важно в 21 веке, это касается нашей страны, это очень хорошо поняли на Западе, но у них там не было все-таки СССР, и они не очень хорошо, то есть они всегда нам завидовали, что у нас вот такая социальная медицина. Это все-таки развитие вот этой, то, что мы называем службой лимонологической. Очень много проблем, не только в онкологии, решает ранняя диагностика. Для этого пациент должен вовремя быстро попасть к специалисту. Вот это вопрос вопросов. И, кстати говоря, ведь проблема ревматизма, в широком смысле слова, острой ревматической лихорадки по рукам сердца, она была таким образом лишена. Два момента. Первый – это быстрая диагностика и антибиотики. И практически за 3-4-5 лет мы достигли уровня заболеваемости, как в самых-самых развитых странах. Вот этот подход при наших заболеваниях, он несколько более сложный, но это единственная возможность, потому что лечить больного в развернутой стадии абсолютно бесполезно. То есть мы можем ему немножко помочь, но он всю жизнь должен будет получать очень дорогие, сложные для мониторинга лекарств. Это колоссальная, в том числе, экономическая нагрузка на общество. Спасибо большое, Евгений Гвович, за этот разговор. Спасибо.